Работа и учёба Деньги или знания? Что первично? С этим вопросом я хочу обратиться к нашей первой главной героине. Это Дарья Авдеева, студентка юридического факультета Казанского федерального университета. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте, большое спасибо. Учиться или работать? Учиться. Почему? Я убеждена, что нужно учиться. Я убеждена в важности, необходимости учёбы и получении знаний. Я объясню, почему. Во-первых, личный опыт переезда в Казань, когда я пыталась успеть всё. Вот такие были глаза. Мне нужно было и учиться, мне нужна была научная деятельность. Мне хотелось попробовать себя в практике, но останавливаться не только в своей профессии. Мне хотелось танцевать, участвовать в разных мероприятиях. Что я получила? Я получила вот такие вот глаза испуганные. И я начала понимать, что я не успеваю ничего абсолютно. И, наверное, только к третьему курсу я поняла, что всё-таки учёба, учёба, учёба. Особенно в нашей профессии и не только в нашей. Я убеждена, что мы живём в очень сложное, турбулентное время, когда в этом потоке, в этом постоянном беге нам нужно успевать всё. Мы с утра на ногах, и до позднего вечера мы куда-то бежим. И пропадает ценность, важность знаний, узкопрофильных знаний, важность и ценность ремесел. Практически уже насталось ремесленников. Все квалифицированные специалисты, они знают всё. У нас в профессии выпускники, они и в гражданском праве, и в уголовном праве. Ты понимаешь, какого уровня этот специалист. Обычно все профессиональные юристы, они выбирают узкий профиль. Ты сразу понимаешь, что да, это специалист. И это приводит к тому, что на самом деле не остаётся настоящих профессионалов. Это приводит к тому, что медицина хромает. Мы все жалуемся на то, что у нас плохая медицина. Законы у нас дурацкие, мы все жалуемся на это. А всё это идёт от того, что люди, кто занимается этим, они с самого начала студенческой жизни, они, наверное, торопились, что-то упускали, потому что, пускать такие ошибки, когда мы читаем закон и думаем, господи, кто составлял и где учился этот человек, хотя эти люди все занимают какой-то пост значимый. Поэтому я убеждена, что всё нужно делать в своё время. Если есть время учёбы, нужно учиться. И не только в профессии юриста, медика или в какой-то ещё особо важной профессии, кто несёт ответственность за жизнь, судьбу человека, как принято говорить. Если ты занимаешься балетом, стой у станка с утра до вечера, и только тогда ты будешь считаться профессионалом, артистом балета. Если ты занимаешься музыкой, будь добр не просто сочинять песенки на гитаре, но и знать грамоту, знать основы классической музыки и так далее. То есть в любом деле нужно начинать с отзов и нужно получать хорошую школу. Я в этом убеждена. И если у нас будут хорошие профессионалы с хорошей школой, то, наверное, страна, в которой мы живём, будет выглядеть иначе. Очень важное замечание, на самом деле, то, что вы сказали, потому что, действительно, если мы говорим о профессионалах, то это люди, которые должны именно учиться и несколько лет, да, все годы учёбы. Ну это да, но всё равно. Я на 100% уверен, что по-любому есть в программе обучения такие пары, которые идут на общий кругозор. Даже вот их пропускать, как, нет варианта. Допустим, пойти поработать даже тем же журналистом, но в юридических делах. То есть приходить на судебные заседания, слушать, как они там работают. Ты вдобавок за это ещё деньги будешь получать, за то, что статьи писать. Вот это нереально сделать так? То есть пропустить какое-то не очень важное дело и пойти поработать. Есть такой вариант? Я считаю, что можно успеть всё. И правильно планируя свой день, ты можешь и успеть сходить на пары, быстренько покушать, побежать и поработать. Если уж и в этом есть какая-то необходимость, в деньгах, в финансовых средствах. Но не нужно абсолютизировать то, что если мы учимся, то нужно поставить крест на личные жизни, на интересах, хобби. Нет, это не так. Ну да, без личной жизни не то будет. Так что не нужно ничего абсолютизировать. Просто нужно чётко понимать, что на первом месте это получение знаний. Потому что мы живём в информационное время, и знания – это первая ценность. Я хочу сейчас обратиться к нашей следующей героине. Это Виктория Новикова, тоже студентка, но уже другого факультета, института журналистики. Виктория, ваше мнение? Ну, я как раз-таки отношусь к тем людям, которые стараются, несмотря на этот бешеный ритм жизни, всё-таки успевать всё. Я сколько себя помню, сколько меня помнят мои друзья, они не дадут мне соврать, что я люблю такой бешеный ритм жизни, я обожаю совмещать и учёбу, и работу, и стараюсь, чтобы ни то, ни другое не страдало. Будь то вот, что я пропустила месяц учёбы буквально, да, все думали, Вика, как ты это всё успеешь, там, как ты будешь наверстать, наверное, в университете, тебе там вообще не дадут жизни. Неделя, которая прошла учебная, показала, что, может быть, мне можно было ещё поездить. А где ты, кем вы работаете? Ну, я танцую, танцую в шоу-балете, как раз у меня был контракт на полтора месяца. Вот, и я так уже работаю второй год. Ты ведь на красный диплом идёшь, да? Да, ещё кто-то может идти на красный диплом, надеюсь, этот год никак не спорти. Вот человеку, который идёт на красный диплом, поделись, можешь сказать, формулой успеха, как ты два года, не появлялась первые месяцы на парах, как ты договаривалась с теми преподавателями, добавок мог сыграть такой фактор, что один преподаватель ушёл на его место другой, и не факт того, что будет тот преподаватель новый, который будет милее, чем старый, может, он позлее будет. Как ты вот с этим вообще справилась? Я не ставила себе такой цели, я обязательно буду прям кровью потом бороться за этот красный диплом. В школе, да, у меня была такая болезнь, вот это вот, какую мне оценку поставили, там, нет, я должна исправить. Но в университете я, наоборот, это отпустила, и не была такой вот прям зуб... ну, я имею в виду такой ботан, на которого нужно равняться в этом плане. Поэтому, если так можно сказать, это не будет слишком громко сказано, это просто мои заслуги те же самые. Да, я не специально ничего не делала. То есть у тебя чисто случайно получается красный диплом? Ну, можно так и сказать, да. Ты понимаешь, потому что многие люди тебе сейчас будут завидовать? Вот я сижу, учу вот это всё, а тут у какого-то человека, который танцует, у которого всё случайно получилось, у него красный диплом. Я, кстати, очень боюсь из-за висливых людей, давайте об этом не будем говорить. А вот скажи, какой толк будет от этого красного диплома? Честно, сама не знаю. Ну, примерно, предположи. Ну, это скорее просто какая-то приятная вещь. Не все работодатели вообще обращают внимание, какой у тебя диплом. Мы себя прекрасно знаем, ты придёшь, и он будет проверять твой уровень знаний, и не будет смотреть на эту корочку. Ну, самое главное, чтобы соответствовали знания тому, что написано в дипломе. Вот и всё. Самое главное, Вика сказал, чтобы проверять работодателей. Знания. Так я же не утверждаю, но надо быть, значит, зомби. Я вроде не похожа на зомби, да? Ну, отлично. А сейчас я хочу обратиться к нашему эксперту. Это Лаиля Рашидовна Сабирова, старший преподаватель кафедры татарской журналистики, кандидат филологических наук. Добрый день. И скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что некоторые ваши студенты работают? К этому факту я отношусь спокойно. Потому что, если вспомнить, как я училась, да, я уже со второго курса уже работала. Вот как вот ранее сказали, получила красный диплом, мне это как бы не помешало. С отличием закончила аспирантуру. То есть, может быть, специфика журналистики как-то в этом связана. Я сама преподаваю, ну, этот как бы предмет, всё равно упор делается на практику. Журналист, не практикующий, я считаю, он не журналист. То есть, чисто теоретически, только давая теорию, изучая жанры, нормальный журналист, ну, невозможно вырасти. Он должен работать в этой сфере. А если это врач или юрист, вот как у нас Дарья говорит, что даже с политической точки зрения нужны профессионалы стране. Это я согласна. То есть, если врач, то действительно, я бы, например, не рискнула бы лечь как бы на стол операционный, если будет оперирует. Человек оттанцевал. Да, оттанцевал, а человек, кто пишет только ещё на втором или на третьем курсе. Нужно всё-таки разграничивать. Есть такие очень серьёзные специальности. Может, это ещё зависит от того, что как бы гуманитарий и естественники ещё можно так вот разделить, да? Но я считаю, что всё-таки ещё здесь личные качества важны студентов. Некоторые студенты, они, да, они могут даже с помощью учёбы зарабатывать деньги. То есть, у нас в нашем университете очень много возможностей. На сегодняшний день очень много разных стипендий, разных грантов. То есть, человек полностью вникает в учёбу, то есть, для него учёба на первом месте, и благодаря учёбе он может для себя обеспечивать. А есть, как бы, такие специальности, которые более творческие. Тогда, да, может быть, действительно там стоит и, ну, не помешает ей где-то поработать. Потанцевать. Ну, а если мы сделаем упор на таких студентов, которые работают не по специальности, они, допустим, учатся на тех же самых журналистов, но работают в том же самом Макдональдсе. Не может ли быть такое, что они могут сказать, это то, что я работаю в Макдональдсе ради того, чтобы я научился разговаривать с людьми? Вот как вы с такими студентами, те, которые именно не журналисты? Ты вот пришёл учиться на журфак, но ты не работаешь журналистом, у тебя только одна голая теория. Ну, понимаете, ещё нужно как-то, ну, ситуативно решать этот вопрос, потому что, ну, может, у него действительно не на что жить. И он не от хорошей жизни пошёл в Макдональдсе зарабатывать денег. То есть это... Нет, но это сразу получается то, что журналисты это мало получают. Да, журналисты мало получают. Но если он учится на журналистов, что ему мешает пойти работать журналистом? Ну, значит, он не может себя раскрыть в журналистике. То есть получается. У нас в зале находится Руслан Кизюров. Здравствуйте. Вашу позицию хотелось бы узнать, потому что вы не журналист, хотя даже студент. Да, я не журналист, к сожалению или к счастью. По поводу соотношения вообще учёбы и работы, я придерживаюсь той позиции, что нужно всё-таки в учебную, в студенческую жизнь заниматься учебным процессом, давать себя полностью этому. У меня был личный опыт работы, тоже по специальности. Могу сказать только то, что если это работа в каникулярное время, то да, это не мешает учебному процессу. То есть я считаю, что такое совмещение возможно. Но никак не... Если студент обучается на очной форме обучения, ему не следует, я думаю, работать, потому что это очень тяжко отражается на его, как сказать, времени. На моём времени, например, это отразилось очень, так скажем, сугубо плохо, потому что я ничего не успевал, я начал... у меня появлялись хвосты по учёбе. Кем вы работали? Я работал помощником юриста в юридической компании. То есть, ну, я стал чувствовать дискомфорт какой-то. То есть у меня не то, что были претензии как бы к учёбе или к работе, а к самому себе в первую очередь, потому что я перестал успевать. То, что я успевал, например, летом делать, да, вот на работе, в учёбе тоже, я не чувствовал от себя полной отдачи. И поэтому я решил то, что учёба, учебный процесс – это основополагающая вообще часть вообще студенческой жизни. То есть, как говорили вообще раньше, есть поговорка такая – «Век живи, век учись». То есть, я думаю, применимо к этим, получается, у кого 4, у кого 5 лет – это вообще девиз на эти года. То есть на работу всегда человек успеет, я думаю. И как он будет учиться, так будет отдача от него в дальнейшей профессиональной деятельности. То есть, насколько глубокими знания его будут в той сфере, в которую он складывается, то такой специалист и будет полезен в той или иной сфере. Можно вопрос задать тоже, Руслана? Руслана, вот ты молодой человек, у тебя наверняка есть девушка, тебе хочется иногда сделать ей приятное, ты уже в таком достаточно возрасте. Как тогда в такой ситуации? Ну, это уже другой вопрос, да. Это вопрос личной жизни. То есть, в этом плане, да. То есть, я подразумеваю какие-то небольшие заработки. В любом случае, студенты, они, ну, я и думаю, единицы, которые вот сами там живут уже, то есть, полностью обеспечивают себя и свою пару, то есть, свою вторую половинку. В любом случае, какая-то часть дохода, заработка, то есть, точнее, ну, вообще денег, она будет от родителей, соответственно, либо от, в каком-то случае, опекунов там или представителей. То есть, да, я подразумеваю такое, что когда-то хочется сделать девушке приятной, то есть, не хочется напрягать родителей, так скажем. В этом плане, ну, что можно посоветовать молодым людям? Но работать в выходное время как-то, я не знаю, ведь у них у многих сейчас есть девушки. Ну, вот у тебя есть девушка? Это великая проблема мира, да, такое ощущение? Нет, просто не знаю, да, я не может правильно выразился. Ну, ты сейчас можешь свою девушку отвезти в кино? Да. Ну, билеты в кино не такой дорогой. Ну, ладно, в ресторан садись. Если съездить там куда-нибудь, наверное, то подорожим. Ну, конечно, да, то есть, все равно я веду к тому, то, что полностью содержать, как это делают взрослые люди, если, так скажем, полноценной жизни, то есть, я думаю, проблематично очень будет. Конечно, какие-то мелкие подарки, ну, не мелкие, в смысле, небольшого масштаба подарки можно делать в кино, там, или цветы, то есть, это не проблема, я думаю. А кто вот из зала, из молодых людей может более чем кино позволить для своей девушки? Это Михаил, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Михаил Захаров, я из Института физики КФУ. Вообще... То есть, вы дорогой жених, да? То есть, вы в первую очередь, а вы Институт физики тоже. Я бы хотел как-то посмотреть на вопрос учебы и работы с точки зрения студента Института физики. У нас в Институте физики принято так, что студенты в процессе обучения работают в лабораториях. Институт физики предоставляет возможность как-то проявить себя в профессиональной деятельности и вследствие этого выиграть стипендии. Существует много различных стипендий, не знаю, как в других факультетах, но в Институте физики многие ребята получают хотя бы одну из возможных стипендий. Например, уже повышенная академическая стипендия, которая дается отличникам или тем, кто занимается наукой, составляет 15 тысяч рублей. По-моему, это неплохо. Также, если студент плотно работает по своей специальности в научной лаборатории, общается с профессорами, выступает на конференциях, делает какие-то исследования, он может принять участие в грантах, которые наши специалисты получают, выигрывают. Это обычное дело для Института физики. И, соответственно, в моей группе практически все студенты либо работают в лаборатории, либо работают в предприятиях, которые наукоемкие. То есть, может быть, не обязательно физик, но программист в сфере какой-то связанной с физикой. Поэтому, подводя итог, я могу сказать, в Институте физики работа и учеба, они живут в таком симбиозе, и, занимаясь профессиональной деятельностью, можно обеспечивать себя и вполне достойно. Сколько вы получаете, например? Очень интересно. Сколько вы зарабатываете, учась, так скажем? Давай, это получится. Отличная реклама Института физики. Еще вот на камеру это скажи. Институт физики. Повышенная академическая стипендия – 15 тысяч рублей. Потанинская стипендия – 15 тысяч рублей в месяц. Стипендия Бритиш Петролем – 15 тысяч в месяц. В Институте физики вполне реально получить эти все стипендии одновременно. Поступайте в Институт физики. Я вообще думаю, что у Михаила даже проблемы насчет траты на девушку не будет, потому что ему достаточно заговорить, ему достаточно встать, и она уже будет рада. А сейчас я хочу перейти к следующему гостю, у которого титулов для студентов просто мечта. С вашего позволения я их всех зачитаю. Это стипендиат правительства Российской Федерации и Оксфордского российского фонда. Номинант от КФУ на получение персональной стипендии имени Лихачевой. Здравствуй, студент Института международных отношений и историю стоговедения Эдуард Свириденко. Здравствуй, Эдуард. Здравствуйте. А ты, вот, я вот посмотрел, у тебя реально очень такой большой послужный список вот этих стипендий всех. А поработать ты не пробовал? Нет, а подработать у меня еще, к сожалению, нет. И я не знаю, почему так получилось. За 4 курса учебы я еще ни разу, ни разу мне не было возможности даже работать. Потому что все свое свободное время я посвящал именно учебе, участию в конференциях, в международных форумах, в семинарах. И поэтому у меня, может быть, просто не оставалось времени для работы. А личной жизни это не мешает? Личной жизни не мешает. Я живу далеко от дома. И, в принципе, вся моя личная жизнь осталась там. То есть только учеба? Получается, 100% вашей жизни это учеба? Нет, не только учеба. Я имею в виду, что если... Я считаю, что если человек уступает в университет, он должен все-таки большую часть своего времени посвящать именно учебе, а не какой-то работе и подработке. Если, безусловно, если нет финансовых средств, если нужна какая-то поддержка финансовая, то если остается еще время на это, то, конечно, нужно подработать. Но что я хочу сказать, что, безусловно, я подпрачиваю время не только на учебу. То есть это еще хобби. Я также пишу музыку, стихи. Занимаюсь творческой деятельностью. Поэтому не сказать, что я какой-то там ботаник, который только учит, учат и участвует в каких-то конференциях, пишет публикации. Ну а вот ты как думаешь? Вот смотри, таких студентов, которые хотят получить стипендию, ну достаточно много, как минимум 100 человек на поток найдется, но не каждый из них это сможет сделать, а вот работа по специальности даже. Как? Не прокатит такой вариант, чтобы они работали? А чтобы они работали по специальности и получали стипендию? Ну можно и без стипендий. Вот у тебя вот есть свободное время даже. Может не хобби, а вот по специальности попробуешь работать. Деньги, опа, еще больше стали. Ты как думаешь? Я не знаю. Я говорю о своем опыте. И поскольку я не пробовал работать, я не думаю, что у меня... Ну давай пофантазируем. Вот как ты это себе представляешь? Вот если бы ты пошел работать, ты бы смог все вот этого. И научные конференции, и на пары прийти, и там... Скорее всего, мне пришлось пропускать много занятий. Для меня, в принципе, пропуск занятий... Это для тебя табуцевая, да? Да, это большой стресс. Серьезно, я вот скоро, в конце месяца уезжаю в Испанию для участия в международном форуме. Я пропускаю около двух недель учебы, и для меня это серьезное испытание. Что будешь делать эти две недели потом? Как наверстывать? Да, это будет мой первый опыт. Первый опыт за четыре года. Готовишься как-нибудь к этому опыту? Там как-нибудь к преподавателям подходишь, там... Вы знаете, что я уезжаю? Скоро-скоро начну подходить. Можешь вам привезти что-нибудь из Испании, в таком духе. У тебя, получается, четвертый курс, да, бакалаврты? А что дальше будешь делать? Магистратура, конечно. Магистратура два года, отлично. Два года жизни мы выиграли. Дальше. Я не уйду оттуда, да? Нет, во время магистратуры я тут планирую начать работать. Потому что магистратура дает больше свободного времени. А что делать? Какая работа? Да, связанная с языками, с переводом. Я еще не решил. Это надо думать об этом. А ты не пробовал на творчестве своем зарабатывать? Ты вот говоришь, пишешь стихи, пишешь... Ты что там еще пишешь? Музыку. Стихи я пишу редко, я в основном пишу музыку. Я пытался продавать через интернет, но это требует тоже больших вложений и раскрутки. То есть пока что я в этом успехе не добился. Пишу музыку только для себя, для друзей. Кому интересно, я выкладываю все это в интернете. И кому нравится, они слушают и поддерживают меня. Ну вот написал ты музыку для друзей, а они вот типичное сарафанное радио, они не могут это все передать. Даже если ты можно... Ты переводчик же там, грубо говоря, так получается. Написал стих, допустим, под песню. Ну у тебя целая песня получается. Под музыку точнее. Ошибся. То есть перевести ее на другой язык, на иностранном. Эти же песни больше расходятся, чем российского звучания. Это мое хобби, оно не настолько серьезное, чтобы вот так вот раскручивать себя. То есть и в основном я все-таки пишу музыку для себя. Именно потому что это интересно мне, потому что у меня есть для этого желание, для того, чтобы я мог слушать ту музыку, которая интересна именно мне. Вот я тут хочу вспомнить об Ильхаме Ибрагимове, который у нас в зале тоже. Насколько я знаю, Ильхаму удается и удавалось прожить на 3000 рублей в месяц. Он не работает, я так понимаю, да? Как вам это удавалось? Ну, секрет в этом просто. Все мы очень часто тратим деньги на абсолютно ненужные нам вещи, либо лишние вещи, которые нам, в принципе, ну, как я уже сказал, не нужны. Граничить расходы можно тем, что... В основном расходы идут на еду. И вместо того, чтобы покупать готовую еду где-нибудь, там в кафе, в столовых, конечно, в столовых тоже не всегда можно приготовить еду, но в столовых тоже надо отходить. И, ну, в первую очередь, покупать еду, чтобы приготовить ее. И это получается сильно экономно. То есть мешок картошки вы там покупали на месяц, да, скажем? Ну, вот, пример. И на этой картошке. Пример, вот, я вот вчера буквально был в магазине, да, не скажу в каком, но в известном. Килограмм картошки 10 рублей стоит. 3000 рублей в месяц, это, получается, можно купить, насколько я могу сказать правильно, 300 килограмм картошки. Ну, одной картошкой ты сыть не будешь? Ну, это, к примеру, картошки можно и лук немножко, и там морковь, это тоже все не так дорого. Те же самые макароны, то есть... А дорога? Дорога? Скажем, в университет оплачивают дорогу. Например, дорога. Вот многие у нас студенты живут в деревне универсиады, ну, это достаточно далеко от университета. Кто-то живет чуть ближе, например, на Адели-Кутуе, и с Адели-Кутуе можно дойти до университета пешком буквально за полчаса, даже меньше. То есть вы ходите пешком? День 3 километра, да, это и с утра полезная прогулка, ведь сейчас люди довольно-таки мало двигаются, и времени иногда на спортзал не хватает, а тут небольшая разминка такая, и приятная с полезным, грубо говоря. И экономится 20 рублей, а эти 20 рублей еще непонятно, экономят или нет ехать с утра в заполненном автобусе, битком набитом, приходить в универ не просто вымотанным, но и уже обозленным. А тут пешком пройтись, посмотреть, подышать свежим воздухом, и, ну, вы поняли, да. А не проще сделать так, проснуться на самый первый автобус, ехать в нем пустым до университета, потом до пары вот это все время гулять там, прочее. А потом терять время, ждать там пару. Мне кажется, что все-таки нужно время тоже экономить. А где вы учитесь? А я закончил институт массовой коммуникации. И вы не работаете? Практически нашел работу по специальности. Нашли работу недавно? Практически. Практически нашел? Да. А фактически? Фактически нет. Отлично. Появляется такой вопрос, откуда 3000 рублей? Не буду лукавить, родители помогают. Ну, а так советуем всем студентам, живущим в деревне университета, бегать до университета. Тоже полезно, да? Всего 10 километров. 8. 8? 7 километров ты бегал, да? Сколько по времени? По времени, ну, на километр, примерно, если энергичным темпом идти, на километр тратят 10 минут. Я представляю, зима, минус 20, девушка на шпильках, 8 километров, как раз где-то к четвертой паре дойдем. Ну, да ладно, парень, я вот по себе пробовал идти, точнее, до деревни университета, до джеда вокзала. Ну, нормально, за 2 часа я дошел. Экономил тоже? Это было ночью, никто не ездил, никто. Ну, вот, а так девушкам, конечно, будет очень тяжело. И опасно. У нас в зале есть еще один очень интересный человек, Константин Новиков. Я знаю, что вы поступили в престижный вуз, на престижный факультет, куда как раз девушки мечтают всегда поступить. Ну, молодые люди тоже, да, на актерский факультет. И ради работы бросили все это. Ну, хочу сказать, что есть такой процент людей, которые идут за образованием не только лишь потому, что они сами хотят его получить, а потому что родители и родные мечтают, чтобы их ребенок получил это образование. Меня провела, можно сказать, двоюродная сестра за руку на этот факультет, и я поступил. И любовь в то время сыграла главную роль, и мне дали месяц на то, чтобы я исправил свою букву «Р». Мне месяц давать нельзя, я пошел сразу же работать, чтобы устраивать своей девушке сюрпризы, чтобы она была счастлива и довольна, находясь рядышком со мной. Ну, и потихонечку работа меня, так сказать, поглотила, почувствовав вкус денег. И поэтому желания и мысли об учебе у меня ушли на второстепенный план, на второй план. А что вы делали? Где вы работали? Я, на самом деле, испробовал очень много разных профессий, и на рынке работал, продавал разные вещи, и цветами торговал. И как человек без высшего образования я успел поработать и заместителем директора туристической фирмы, и директором теплохода. Это все актерские профессии на самом-то деле, а? Как ты думаешь? Ну, не то, что актерские, а то, что это обаяние свое. Ну, и если есть желание, то можно найти себя, в принципе, везде. Вот у меня есть желание для того, чтобы порадовать своих же родителей, не так, чтобы для себя, да, и получить все-таки высшее образование, чтобы они были счастливы и довольны. И поскольку, будучи уже таким человеком, который получает такие должности, да, то наверняка оно нужно все-таки, потому что люди спрашивают, а где ты учился, какое у тебя образование. И могу вот похвастаться, что сейчас даже написал, творческим тоже занимаюсь, написал гимн для своего района, я из Перми, и администрация Кировского района города Перми тоже благодарила меня за это, и, соответственно, выступления тоже появляются. Из выступления Константина можно сделать такой вывод, то есть, что человек, хорошо поработав, может быть, даже не один год, все равно приходит к выводу, что высшее образование необходимо. То есть опыт работы, он дает ту уверенность, что высшее образование нужно получать. Вот я хотела бы обратиться к залу. Какие еще есть мнения? Учиться или работать? Добрый день, Руслан Давлетшин. Я работаю по своей специальности, можно сказать, с двух месяцев, с крайних двух месяцев 11 класса школы и вот до сегодняшнего дня. Вот. Я прошел за это время несколько изданий, ну, я журналист. Вот. И за три года учебы пришел к выводу, что нужно либо работать по своей специальности, и учиться, либо учиться, и уже потом, начиная там с третьего курса, работать по своей специальности. Почему? Первый вариант – это он выигрышный в каком плане? Приходишь на пару, преподаватель объясняет что-то новое. Ты это уже понимаешь, потому что ты это где-то уже проходил. Вот. На практике. В чем второй вариант выигрышный? Сидишь на парах, зубришь, учишь, приходишь потом в редакцию, тебя просят сделать репортаж. Ты уже знаешь, что такое репортаж. Вот. На самом деле у меня вот какой парадоксальный случай периодически происходит, когда я сижу на работе и потом возвращаюсь в университет. Я пишу в течение дня новости, то есть их бывает много. Я вхожу на какие-то выездные задания. Прихожу в университет, преподаватель объясняет эту тему. Я, естественно, до этого ни сном, ни духом. А потом выясняю после его объяснения, что я этим занимаюсь уже на протяжении двух месяцев каждый день. Вот. Так что должно быть и теоретическое, и практическое наполнение. Потом еще, как со мной было, например. Я так получилось, что выпадал с ноября 2014 года по, получается, июнь 2015-го полноценной своей профессии. Я приходил в университет, мне было жутко скучно. Я не знаю. У меня за это время развелась экзема на руках. То есть, дурацким для меня это так получилось. Да, действительно, тоже чувства к одному человеку сыграли свою роль тогда. И я думал, что все будет легко. И в итоге два своих места работы, два издания я тогда потерял. Вот. И, а потом как-то устроиться уже так не получалось. Они мне, естественно, приносили достаточно такой приличный доход. То есть, я там 10 раз мог сходить на задание, 7 тысяч в конце месяца получить. Потому что я не только пишу, я еще фотографирую. Так что же первично? Вот из работы, учебы, деньги, знания, любовь. Если у вас... Давайте так будем рассуждать. Потому что тут однозначного ответа в целом нет. Будем рассуждать так. Если у вас семья полная, родители молодые, там их минимум не больше 40. Просто у меня так получилось, у меня оба родители пенсионеры. Вот. И семья, можно сказать, неполная. Вот. И поэтому я как бы с первого курса решил себе нарабатывать вот этот багаж, багаж, багаж опыта, знаний. Каких-то навыков профессиональных. Я за это время даже студентом года стал в Казанском федеральном университете. То есть, несмотря на то, что у меня с учебой какие-то есть проблемы. Я их недавно только более-менее с ними расквитался даже за третий курс. Я считаю, что я достойно эти вот три года, постоянно находясь в работе, в центре событий. Потому что я освещал посадку деревьев в деревню Универсиады с первыми лицами. У меня было куча людей, самых известных. А вот скажи, ты говорил, что есть такой вариант, что человек сидит на паре. Подожди. Сейчас, сейчас, дай скажу. Сидит на паре, зубрит все, и он это все может спокойно с этим багажом знаний. Идти в редакцию, ему скажут, напиши репортаж. Он знает, что такое репортаж. Но он написал полную лажу. Ему за это деньги, думаешь, заплатят? Как быть таким студентом? Понимаешь, не все сразу. Не все сразу. То есть, есть какой-то адаптационный период, может быть, месяца два. Человек, у которого есть знания, он за эти месяца два, он спокойно войдет в работу. Если он еще к этому приспособлен. То есть, если он, он должен, естественно, обладать какими-то такими бойцовскими качествами. Так вот, если у вас семья полная, если у вас все дома хорошо, более-менее, мама с папой живы вместе живут, есть доход в семье. Тут, конечно, и им не много лет, то есть до сорока или чуть после, то тут, конечно, желательно учиться. А если другая ситуация, то тут стараться работать. Я вот хочу тоже ответить на вопрос о расставлении приоритетов. Я считаю, что независимо от того, что полная у тебя семья или не полная, у меня вот не полная семья, да, и если ты мужчина, ты должен все-таки работать. И на первом месте у меня работа стоит. Если получается получить образование, то это здорово, это еще тебе в копелочку дополнительный плюсик. Но ты мужчина, ты должен обеспечивать свою семью. И если у тебя еще получается помогать своим родителям, то цены тебе, можно сказать, нет. Поэтому, а девушка твоя, а девушка пусть твоя учится, получает образование и тем самым тоже тебе что-то подсказывает в жизни. Разрешу я продолжу твою мысль. Вот, тут действительно, то есть наша задача у мужчин не быть вот слабаками в этом плане. То есть если мы зацикливаемся только, ну в данном случае у нас контекст учебы или работы, вот если мы зацикливаемся только на учебе, мы ничего не зарабатываем. Мы практическую пользу обществу фактически не приносим, если мы не получаем какие-то гранты, стипендии. Как приятно женщинам слышать это, вот да, столько мужских, мужчины зарабатывают деньги, все ради женщин. Девушки, учитесь. Да, и вот в первую очередь девушки, учитесь, а мы, мужчины, будем зарабатывать. Давайте девушек послушаем. Если мы только работаем, наш риск быть разве что прорабом на стройке. Вот за сим хочу передать слово кому-нибудь. Девушки, пожалуйста. Шахмоза Вахидова. Я считаю, что основная работа студентов это все-таки учеба. Я по своему опыту могу сказать то, что до этого курса, до четвертого курса я училась. Училась причем не только в одном месте, но еще и на дополнительном образовании, на вечернем. Помимо этого я работала. Времени практически не хватало ни на что. На меня даже начали обижаться друзья, что времени не хватает на них. Из-за этого возникали недопонимания. В этом году тоже я решила попробовать все-таки совместить учебу с работой. Один месяц продержалась, все, меня больше не хватило. Потому что и курсовые, и диплом, сами понимаете, четвертый курс. Поэтому, тем более я еще получаю стипендию, то, конечно, не такую масштабную, как мои коллеги здесь. Тоже повышенную академическую. Сколько? В целом в 10 тысяч в месяц уходит. Ну, можно же. Поэтому я решила, что те же самые деньги я получаю, как бы работая. Почему бы я не направила свои силы на учебу? И учебу получала эти же деньги. Я хочу отстоять позицию молодых людей, которые хотят учиться. То есть, если говорить об образовании в целом, то... Не знаю, Руслан как-то сказал, да, и все это так поддержали, то, что здорово, если девушки там учатся, а мужчины пусть работают. Но, извините, меня не привлекает мужчина, который едет на крутом автомобиле, постоянно трясет рукой, и у него там, наверное, хочет показать, какие крутые у него часы, и ты понимаешь, что в этот момент тебе... Даже в мороз минус 40 вытащит эту руку, чтобы показать. И ты понимаешь, что тебе в этот момент даже с человеком поговорить не о чем, потому что человек постоянно зациклен на работе, ему кажется, что... Подожди, это все такие люди, что ли, вот мужчины? Нет, я говорю, ну вот к чему стремятся люди, да, которые бросают университет, или, ну, просто ночами работают, да, если брать студентов, потом приезжают на пары, спят там, отсиживаются, потом снова на работу. То есть тут нужно понимать, какую цель преследует человек. Если он в этот момент сидит в лаборатории, да, и что-то изучает, да, то есть то, что помогает ему, его первому образованию, это одно дело. Но, извините, когда человек работает в баре, да, когда человек работает только для того, чтобы создать вот эту имитацию богатства, да, то, что я иду по улице, я в красивых брюках, лакированные ботинки, у меня... Я весь на свеге в таком духе. А, но не хочется брать? Нет. Ну, то есть, нет, подождите, смотрите. Если вы разграничиваете, да, слово, если человек богатый, да, то, не знаю, я не исключаю того, что человек... Человек, точнее, я даже убеждена в том, что человек, получающий образование, он будет обеспеченным. Я не говорю о богатстве. Богатство, я понимаю, это значит какое-то, ну, не знаю, излишество, да, какое-то уже, ну, как говорят, это уже разврат, да. А я говорю об обеспеченности. Допустим, я получаю образование, и с помощью своих знаний я могу в дальнейшем зарабатывать на свои знания, да. Я не считаю, что люди, которые вот полностью-полностью зависят от денег, да, к чему-то хорошему это их приведет. Это не так. Ну, вот вы, я не знаю, вы согласны с этим? Кто больше всего хочет высказаться? У кого рука длиннее? Да. Мне кажется, что немножечко девушки могут слукавить, если скажут, что если денег мало, это нормально. Я вот со своей точки зрения не говорю, что нужно только работать, нет. Нужно развиваться везде, во всем, делать то, что тебе нравится, и идти вперед, ставить перед собой цели, и цели ставить надо перед собой всегда только самые высокие, потому что, как сказал мудрец, рано или поздно человек их все равно достигает. Поэтому, если у тебя получается не только работать, а и учиться, это здорово. Но есть такие люди, вот, допустим, принимаешь человека на работу, да, и два человека перед тобой сидят, и с одним ты прекрасно разговариваешь, поддерживаешь беседу, он тебе много о чем может рассказать и поведать. И рядышком человек, который, из которого информацию не вытянешь. И может случиться такое, что этот человек с образованием, а человек, который тебе подходит без образования. В жизни разные ситуации бывают. Поэтому и работать, и учиться. На одном, в чем-то зациклить нельзя, надо развиваться везде, во всем. Михаил Старевич, ты уже говоришь сейчас о личностных качествах каждого человека, да, и мне кажется, то, что это было в 90-х годах, то, что если человек такой проворный, шустрый, да, то зачем вообще получать образование, лучше сразу идти в бизнес, да, а где сейчас можно заработать? Зарабатывают сейчас люди в торговле, да, лучше сразу идти в торговлю. Ну, допустим, ну, хорошо, хорошо. Что ты считаешь? Мне по опыту так сложилось, что, например, я учусь и работаю. Ну, могу совмещать. Как раз работала в области торговли, в области красоты, в области продаж. Да, это приносит какой-то доход, но работа, во-первых, нестабильная. Да, это может мне хватает на определенный срок, но всегда хочется большего. Я пыталась найти работу, которая будет моей основной, но, учитывая график учебы, а работа предполагает, то полную занятость, частичную работу найти, ну, в наше время немного сложно, пробовала, не получилось, вот. И, как сказала ты, то, что в области торговли можно заработать? Да, можно. Если, наверное, прям любить это дело настолько, что оно прям, будешь им гореть, то да. А заработать на этом крупную сумму, когда только совмещая со своей основной деятельностью, как я студент, то есть это учеба. У меня есть друзья из таких институтов, как Мехмат, ВМК и ТИС. Те люди, которые хорошо знают математику, физику, либо информатику. Как эти люди на первых курсах, когда еще у них фактически таких профессиональных знаний нет, подрабатывают, они работают репетиторами. За час можно заработать от 500 до 1000 рублей, в зависимости от уровня подготовки. И, поработав несколько раз в неделю, уже на первых парах, на первых курсах можно какую-то сумму для себя заработать, чтобы, например, сводить девушку в кино или поесть в столовой, грубо говоря. Смотри, какая полезная программа получается. Мы выяснили, что можно, во-первых, на 3000 месяц жить прекрасно, еще спортивным оставаться. Можно работать, какие-то рекомендации по работе, например, репетиторам и так далее. Это да. Но сейчас предлагаю Лене Рашидовне, как и сегодня эксперт нашей программы, подвести итог всего нашего обсуждения. Что вы можете по этому поводу сказать? Ну, я могу сказать, что все-таки в зависимости от человека. Если человеку дано, и он работает по специальности, и может еще не в урон учебе заниматься и учебой, то это хорошо. А если как бы уходит в другую крайность, то есть именно там цель стоит заработать деньги, а учеба только для того, чтобы получить диплом. Ну, не секрет же, у нас есть студенты, которые учатся только ради того, чтобы получить диплом. Есть и такие. В нашей сегодняшней аудитории я таких не увидела, чему я очень рада. Но есть такие, которые действительно только ради диплома, им знания не нужны. Но, слава богу, мы живем в таком мире, что без знаний никуда. И поэтому приоритеты здесь расставить очень сложно, и нужно как-то это все индивидуально решать. Большое спасибо. Было очень интересно, и спасибо всем участникам. В следующий раз мы поговорим о том, стоит ли студенту жениться. Или девушкам выходить замуж. С вами были Марина Хакимова и Роман Плинсков. Спасибо всем, друзья, за внимание. Спасибо гостям, что вы сегодня пришли. Дискуссия у нас получилась очень интересная. Надеюсь, что к этой теме мы, может быть, даже и вернемся, продолжим, потому что не все успели высказать свою точку зрения. Ну, а так, друзья, обо всем том, о чем вы сегодня рассказали, у вас может быть свое мнение. Так что решайте, пишите, думайте. Оставайтесь с нашей программой, смотрите другие выпуски. До скорого, увидимся, пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин